Шестой класс. География. Тема урока «Земля и Вселенная». Вспомните, что такое Вселенная? Чем отличается планета от звезды? Какие планеты входят в состав Солнечной системы? На уроке вы узнаете, что такое Солнечная система и какие планеты входят в её состав. Сколько лет Земле? Как Солнце и Луна влияют на жизнь Земли? Как вы думаете, как изменилась бы жизнь на нашей планете, если бы она располагалась на ином расстоянии от Солнца? Вселенная бесконечна. Это знают все, и никто не может себе этого представить. Как это так? Нет конца. Трудно такое понять. Поэтому давайте поговорим о том, что представить себе можно. Земля – одна из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. Эти планеты вместе с Солнцем и некоторыми другими космическими телами образуют Солнечную систему. Существует много гипотез по поводу возникновения Солнечной системы. Они очень разные, но сходятся в одном. Её возраст составляет несколько миллиардов лет. Кстати, возраст нашей планеты оценивается в более чем 4,5 миллиарда лет. Давайте запомним. Солнце – центр нашей Звездной системы. В состав Солнечной системы входят 8 планет. Возраст Земли составляет более 4,5 миллиардов лет. Многие процессы, происходящие на нашей планете, находятся под постоянным и непрерывным влиянием космоса. Наибольшее влияние на Землю оказывают два космических тела. Солнце – самая близкая к нам звезда. И наш спутник Луна – самое близкое к Земле космическое тело. Мы – дети Солнца. Вся наша жизнь связана с ним. Мы живём по солнечным часам, подчиняясь суточному ритму. Это значит, что наша жизнь состоит из периодов бодрствования и сна. Большинство обитателей планеты активны в светлое время суток, а ночью спят. Но есть и ночные обитатели нашей планеты. Есть цветы, распускающиеся вечером. Есть насекомые, которые их опыляют по ночам. Есть животные, ведущие ночной образ жизни. Но все они, живущие в ночи, тоже подчинены Солнцу. И когда оно встаёт над горизонтом, они спрячутся от его лучей и заснут. Что произойдёт, если Солнце вдруг погаснет? Солнце находится от нас на расстоянии около 150 миллионов километров. Это огромное расстояние свет преодолевает почти за 8 минут. Так что если Солнце исчезнет, мы ещё целых 8 минут ничего об этом не узнаем. А затем наступит ночь. Без притока солнечной энергии растения не смогут производить кислород, а потом и вовсе погибнут. Из всех обитателей планеты именно растения больше всего зависят от Солнца. Все остальные жители Земли полностью зависят от растений, которые дают для них и кислород, и пищу. Поэтому жизнь недолго просуществует в этом царстве вечной ночи. Поверхность Земли начнёт быстро остывать. Единственным источником тепла станет Мировой океан, потому что вода остывает медленнее, чем суша. Но рано или поздно остынет и он. Земля станет холодным и безжизненным миром. К счастью, Солнце не может вдруг погаснуть. Оно будет светить ещё, по крайней мере, 5 миллиардов лет. Так что, ложась спать, мы можем быть уверены в том, что утром Солнце взойдёт над горизонтом. Таким образом, природа нашей планеты полностью зависит от Солнца. Нужно также помнить, что Солнце не только друг. Солнечное излучение в больших количествах может быть очень вредным для здоровья. Это особенно хорошо понимают жители жарких стран. В дневные часы они стараются вообще не выходить на улицу. Тем не менее, мы летом любим загорать. Делать это нужно осторожно. Лучше утром и вечером. Днём же, когда Солнце особенно жаркое, стараться загорать, как это ни странно, в тени. Кстати, весной нужно вести себя совсем иначе. После долгой зимы в нашем организме не хватает очень важного витамина D. Именно солнечный свет позволяет его восполнить. Так что весной следует пользоваться каждым погожим днём для того, чтобы погреться на Солнце. Давайте запомним. Солнце оказывает на жизнь Земли огромное влияние. Оно является источником света и тепла на нашей планете. Воздействие Луны проявляется совсем по-другому. Мы знаем, что во Вселенной между всеми космическими телами существуют силы взаимного притяжения. Луна находится очень близко от Земли, около 480 тысяч километров. И поэтому её влияние особенно заметно в явлении морских приливов и отливов. Воды океана притягиваются к Луне, и на его поверхности возникает своеобразный водяной горб, который в течение суток огибает земной шар. У берегов, когда этот горб приближается, уровень воды поднимается, а потом опускается. Луна оказывает непосредственное влияние и на человека. Свет полной Луны может приводить к появлению у некоторых людей раздражительности, чувства тревоги и так далее. Давайте запомним. Луна оказывает на жизнь Земли большое влияние. Действие Луны проявляется в явлении морских приливов и отливов. Влияние на природу Земли и жизнь человека, других небесных тел, значительно слабее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова